В 1970 году завод выпустил первые автомобили Жигули, ВАЗ-2101, которые повторяли конструкцию Fiat 124. Однако, советская машина собиралась из отечественных комплектующих, и по словам ее конструкторов, имела более 800 различий с итальянским аналогом. Она получила барабанные тормоза вместо дисковых, увеличенный дорожный просвет, усиленный кузов и подвеску. Все это делало ВАЗ-2101 более пригодным для эксплуатации в условиях дорог и температур советских республик. Автомобиль комплектовался карбюраторным бензиновым двигателем с более совершенной конструкцией верхнего распределительного вала. Он был представлен в двух вариантах – 1198 куб.см. 64 л.с. и 1294 куб.см. 69 л.с. За это время было выпущено 4 850 000 единиц – ВАЗ-2101. В 1972 году выходит вторая модель автоваза – ВАЗ-2102. Фактически, это была копия копейки, переделанная в универсал. Ее называли «лучшим другом дачника» из-за практичности и вместительности. В этом же году стартовало производство более мощной модификации «Жигулей» модели ВАЗ-2103, которая для экспорта была названа «Лада-1500». Она уже оснащалась 1,5-литровым двигателем мощностью 77 л.с. Максимальная скорость возросла до 152 км в час. Новая модель набирала сотню за 16 секунд, что ставило ее на одну ступень с западными конкурентами того же класса. Фактически, автомобиль был скопирован с итальянского Fiat 124 1968 года выпуска с переработкой под использование на дорогах СССР. Она выпускалась в течение 12 лет, за который завод произвел 1,304,899 единиц модели. В 1976 году выходит самая популярная модель Тольяттинского автозавода – ВАЗ-2106, прототипом которого выступил итальянский Fiat 124 Special 1972 года выпуска. Автомобиль пришел на смену ВАЗ-2103, и никто из его создателей не ожидал такого бешеного успеха у публики. ВАЗ-2106 комплектовался 1,6-литровым двигателем мощностью 75 л.с., который позволял ему разгоняться до 152 км в час. Во внешности «шестерка» получила новую переднюю облицовку. В салоне поменялась обивка и подлокотники дверей. На передних сиденьях появились регулируемые по высоте подголовники. Более продвинутые версии получили радиоприемник, красный противотуманный фонарь и обогрев заднего стекла. В 1977 году появляется один из самых успешных автомобилей автоваза – НИВА – ВАЗ-2121. Это полноприводный внедорожник с 1,6-литровым двигателем с рамным шасси, успешно экспортировался. За рубеж уходило более 50% выпущенных авто. Он комплектовался механической 4-ступенчатой коробкой передач, блокируемой межосевым дифференциалом и 2-ступенчатой раздачной коробкой. На мировом рынке НИВА стала настоящей сенсацией. В 1978 году НИВу признали лучшим в классе автомобилем на международной выставке БРНО. Волжский автозавод принимает решение о выпуске спецверсии ВАЗ-2121, первые из которых идут на экспорт – это модификация с 1,3-литровым мотором и праворульная версия. Стоит отметить, что на родине НИВу раскупали не так интенсивно, как за границей. Она была довольно дорогой как при покупке, так и в эксплуатации. В 1979 году выходит ВАЗ-2105, который выпускался автозаводом дольше всего – по 2010 год. Его разработка проходила в рамках программы модернизации подготовки второго поколения заднеприводных автомобилей марки. Он стал преемником копейки, а также основой для создания люксового седана ВАЗ-2107 в 1981 году и универсала ВАЗ-2104 в 1984. В 1982 году появляется последняя модель из представителей классики – ВАЗ-2107. Она по сути является люксовой модификацией ВАЗ-2105, которая отличалась более мощным двигателем, другими бамперами и фарами, радиаторной решеткой, новой формой капота, более удобными передними сидениями, обновленной приборной панелью и наличием дефлекторов холодного воздуха. ВАЗ-2108 и ее пятидверная модификация «Спутник» ВАЗ-2109 отличались прекрасной динамикой и управляемостью, неприхотливостью к качеству дорожного покрытия и высокой максимальной скоростью. ВАЗ-2108 комплектовался четырехцилиндровым четырехтактным карбюратором или инжекторным двигателем объемом 1.1, 1.3 или 1.5 литра. Этот мотор специально спроектирован для использования в переднеприводном автомобиле. ВАЗ-2109 был семейной вариацией «восьмерки», который преподносился как более солидный автомобиль. Переднеприводная новинка, безусловно, стала событием на отечественном автомобильном рынке. Однако, она обладала рядом недостатков. В частности, не была так же дешево и проста в ремонте, как классика. Получила менее удобные педали и быстрый выходящий из строя маслоприемник. В 1990 году Тольяттическое автопредприятие выпустило четырехдверную версию семейства кузова седана – ВАЗ-21099. Она стала последней моделью, вышедшей до распада СССР. С декабря 1994 года началось производство пятидверной Нивы – ВАЗ-2131. Еще одну пару боковых дверей сделали пропорциональными широкими передними дверьми, что кардинально улучшило процесс посадки и высадки из салона Нивы. Планировка салона предусматривала два типа заднего сидения – широкая трехместная от восьмерки и узкая двухместная от Нивы, что позволило в первом случае отодвинуть заднее сидение на 125 мм, а во втором – на все 500 мм. Так получилось две версии 31-й Нивы. Одна – 21-310 с огромным багажником, вместительностью 380-710 литров, другая – 21-312 с просторным салоном и обычным Нивовским багажником. Длинная Нива тогда была самым просторным отечественным серийным внедорожником. Первым автомобилем, выпущенным в постсоветский период, стала «десятка» – ВАЗ-2110. Она была разработана еще в 89-м году, однако кризисные годы не позволили начать производство в 92-м, как планировалось ранее. ВАЗ-2110 начали производить только в 95-м. Он оснащался одним из двух вариантов моторов – 8-клапанным 1,5-литровым мощностью 79 л.с. или 16-клапанным 1,6-литровым, развивающим 92 л.с. Автомобиль относился к самому высокому классу в семействе Самара, который мог конкурировать с Opel Astra, Audi 80 и Deo Nexia. Со временем вышло множество модификаций моделей, среди которых были машины с кузовом Universal, хэтчбэк и купе. Вплоть до появления Lada Priora, десятка считалась самым дорогим и престижным отечественным авто. Приемником ВАЗ-21099 четырехдверный седан ВАЗ-2115 появляется в 97-м году. Новинка получила спойлер с дополнительным стоп-сигналом на багажнике, бамперы окрашенные в цвет кузова, обтекатели порогов, новые задние фонари, молдинги дверей и более комфортный салон. Со временем вышло множество модификаций моделей, среди которых были машины с кузовом Universal, хэтчбэк и купе. В 1998 году появились первые российские минивены – ВАЗ-2120. Модель основывалась на удлиненной платформе, позаимствованной от Нивы, и оснащалась полноприводным шасси, что помогало преодолевать самые трудные дорожные условия. В 1993 году началась разработка нового авто под названием Lada Kalina. Проектирование продолжалось довольно долго. Первое поколение модели выпустилось с 18 ноября 2004 года. С июля 2007 года Lada Kalina получила новые 16-клапанные двигателя объемом 1,4 литра, а с сентября – систему ABS. В 2002 году для серийного производства новой модели Нивы совместно с американской компанией General Motors было создано предприятие GM AutoVaz. Лицензии на модель ВАЗ-2123 и права на бренд Нивы были переданы совместному предприятию. Конструкторы американского концерна существенно поработали над обликом и начинкой Нивы, внеся около 1700 изменений, в результате чего ВАЗ-2123 стал полноценной новой моделью, получившей название Chevrolet Niva. Под капотом у этих внедорожников стоит 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 80 л.с. Lada Priora с кузовом седана появилась в 2007 году. В следующем году вышел автомобиль в кузове хэтчбэк, а в 2009 – универсал. Автомобиль оснащается 8-клапанным мотором мощностью 81 л.с. или 16-клапанным мощностью 98 л.с. Он является преемником ВАЗ-2110, представляя собой его рестайлинговую версию. Во внешности поменялись передние и задние крылья, крышка и капот багажника, бамперы, светотехника с противотуманными фарами, литые диски, облицовка радиатора. Появилась новая передняя панель, серебристая накладка консоли, новый подлокотник с двумя нишами, более качественная обивка салона, подушка безопасности водителя, улучшилась шумоизоляция. 1 мая 2011 года АвтоВАЗ объявила о прекращении выпуска седана Лада Калина, на смену которому пришла бюджетная Лада Гранта. В марте 2013 года появилась модификация с кузовом Лифтбэк, которая, кроме прочего, отличалась формой задних боковых дверей, передним бампером и расположением заднего номерного знака. Модель оснащается бензиновым мотором с предъявительным впрыском объемом 1,6 литра и тремя вариантами мощности 8,7, 98 и 106 лошадиных сил. Как только автомобиль появился в продаже, он вызвал ажиотажный спрос со стороны покупателей. Очереди на новинку растянулись до марта 2012 года. Лада Гранта стала первым автомобилем Тольяттинского автозавода, на котором серийно устанавливалась автоматическая коробка передач, четырехдиапазонная трансмиссия японской фирмы Jatko. В 2012 году появилась Lada Largus, разработанная совместно с Renault на платформе Logan. Автомобиль производится в версиях Universal, Universal повышенной вместительности и грузовой фургон. При этом пассажирская версия может быть 5- или 7-местной. В 2015 году состоялась торжественная церемония запуска серийного производства Lada Vesta. Стоимость разработки автомобиля составила около 6,5 миллиардов рублей. Предполагалось, что 1-м, 21 ноября 2015 года в продаже появится седан, затем хэтчбэк. Но впоследствии план изменили. В 2017 году началось серийное производство Universal и его внедорожного варианта. Автомобиль оснащается двигателем ВАЗ объемом 1,6 литра 106 л.с. и объемом 1,8 литра 122 л.с. Для машины предложены два варианта трансмиссии. Это 5-ступенчатая механическая коробка передач и автоматизированная механическая трансмиссия российской разработки. В августе 2012 года на московском международном автомобильном салоне был показан трехдверный концепт-кар-кроссовер Lada X-Ray. Над концептом работала команда под руководством нового шеф-дизайнера Стива Маттина. Серийное производство модели началось 15 декабря 2015 года. Автомобиль выпускается на производственной площадке в Тольятти. Старт продаж состоялся 14 февраля 2016 года. На выбор доступно два бензиновых двигателя. Модели объемом 1.6 литров, мощностью 106 л.с. И модели объемом 1.8 литра, 122 л.с. Вариант Lada X-Ray с двигателем 1.8 получил автоматизированную механическую коробку передач. В ноябре 2018 года начались продажи версии Lada X-Ray Cross. Модель с увеличенным дорожным просветом. Продолжение следует... Продолжение следует...